МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио-компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Поступление в бюджет, колькость плательщика, изменение в законодавстве. Сегодня у Гомеля подвели выники работы податковой службы в области за минулый год. Супердоктор, гомельский педагог Вероника Митсура вошла в ликпризера у республиканского конкурса. Каханья до женей в 10-ти годы. Сокретами семейного счастья поделились золотые и бриллиантовые юбиляры. А зараз об этом иншим больше подробно. Развитие белорусско-украинских отношений сегодня обмерковали на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с Евгеном Марчуком. На при конце минулого года он был назначен офицейным представником Киева в трехбоковой контактной группе по мирным урегулировании ситуации в Донецкой и Луганской областях. Самый такой важнейший, наверное, показатель, как 18,6, если я не ошибаюсь, да, рост торгового оборота процентов, да, это надо только порадоваться. Ну и то, что планы совпадают по увеличению этого торгового оборота, там, кажется, мне до 8 миллиардов, там через пару лет планируется. 8 миллиардов – это наш был лучший показатель. Сегодня 5,5, где-то чуть больше. Это, конечно, не наш уровень, мы можем прирастать, и мы к этому стремимся. Евген Марчук отзначил позитив у двухбаковых контактах после форума регионов Беларуси и Украины. Александр Лукашенко упевнен, что наши державы могут значительно додать у гандли. Те перешний товарооборот у 5,5 миллиарда долларов не отповедает потенциал Украин. Такой же позиции притримливается и офицейный Киев. У Беларуси с 1 лютого вырастя по мердопомоге по доглядзе дитяте до 3 годов. Это связано с ростом среднемесячной зарплаты. По данных статистике, в четвертом квартале она перевысила 1000 рублей. Таким чином, по мердопомоге на первое дитя складе – 362 рублей 46 копеек, на другое и наступных – 414 рублей 24 копейки, на дитя-инвалида – 466 рублей 2 копейки. У Гомельской областной инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь подвели выники работы за 2018 год по выполнению доходной частки бюджету и поставленных задач. У делу посяжения приняла наместник министра по податках и сборах Республики Беларусь Светлана Шаученко. 2,6 миллиарда белорусских рублей поступило у консолидованный бюджет Гомельской области в 2018 году. План перевыконали амаль на 15 миллионов рублев. При этом у республиканский бюджет поступили 943 миллионы, у Мятцовая – больше, как полтора миллиарда. В минулом году добросумленно спрацевали индивидуальные предпринимательники. В регионе их наличивается свыше 27 тысяч. Разом с физичными особами они пополнили бюджет на 115 миллионов белорусских рублев. Прогнозуется, что все лета колькость поступлений у одного податку сменшится. С первого студента уступила усилу новая редакция податкового кодекса. Зменения накированы на саденничество нелиберализации предпринимательской деятельности и дальнейшее снижение податковой нагрузки. Кардинально сменились подыходы по припынению операций по рахунках, чтобы добросумленные плательщики не трапляли под штрафные санкции. Уже на отчетную дату по уплате платежей бюджет 23-22 января 1999 субъектам предпринимательской деятельности не приостанавливались операцией по счетам, потому что они до этого ранее не имели задолженности. Конечно, мы рассчитываем, что они исполняют свои налоговые обязательства до 1 числа. Сегодня в Светлогорском районе прошел областный семинар по проекте «Школа молодого кировника агропромыслового комплекса». В среду дельников директоры сельгазпортприемства без великого опыта кирования, а так само молодые специалисты, які знаходятся у резерве кадров на посады кировников господарок. Які пытания включили у парада дня семинару, ведают наши корреспонденты. У плане досягнений у сельско-господарцей Светлогорский район махчыма и не самый передовый, але знаемства с мясцовым вопытом для потенциальных кировников лишним не буде. Темболь, что значная частка огученных подчас семинару проблем характерная и для ищих регионов. Бадай самые значные, выкликаны низкими ураджаями зерневых. Негативный уплыв оказала протягла засуха. Летесь у Светлогорском районе по этой прышине загинула Амальпалова посева. В этом году планы унесли коррективы и отдали перевагу за сухоустойливой кукурузе. Будем основной упор производить на посадку кукурузы. Это максимальный балл, вы если обратили внимание, у нас 25 баллов пашни, что можно не получить. И еще климат, видите, как сменился в южную сторону. Это максимально, что можно получить только с кукурузы. Недобор ураджая отбовным чином поплывал и на объемы отриманной живолагодучей продукции. Иншая справа, что состарелая техника не дозволила некоторым господаркам убрать выращенное в оптимальный термин. С этой нагоды селета для сельгаз-предприемства в Гомельской области плануется набить каля полутора тысяч адзинок разностайных машин. От грузовых авто до корма и сборочных комбайнов. Значную частку техники, которая была заденечена на палетках в последние 10 годы, отремонтуют. В Светлогорском агросервисе, а прежде того, створили технический обменный пункт. Теперь корысть принесут агрегаты, которые ранее подлегали утилизации. Выходим на хозяйство, по остаточной стоимости выкупаем двигатели, ремонтируем их, выставляем на дальнейшую продажу и перепродажу. То есть хозяйство приезжает в период уборочной массовой пашинной компании, приезжает и пользуется нашими услугами. Приводит свой двигатель старый, мы им даем обменный новый. Только экономичными питаниями размова на семинары молодых керавников не обмежавалось. Сегодня от працанников необходимо не только потребовать выполнение планов, а и створать для этого ответственные умовы. Молодые керавники часто не надают этому питанию належные уваги. Если руководитель пришел работать, он должен работать. А если есть у нас примеры, что с одного предприятия в другое, в третье, хотя сегодня уже принято решение, ушел с одного предприятия сельскохозяйственного, нечего идти во второе. Проект «Школа молодого керавника сельскохозяйственного предприятия» на Гомишине реализуется с минулого года. После завершения семинара у Светлогорской его удельники кажут, что одного дня для обмену в опытом недостатково. Але и за этот час и она отримала шмат корыстной информации, якая может спотребиться на директорской посаде. Много чего нового узнаем. Животновосток, у меня в хозяйстве вообще нет животновосток. Только занимаемся возделыванием овощей, защищенного грунта и открытого. Поэтому для меня это очень хороший семинар, очень много чего интересно узнаем. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Напередо Днезминска, после церемонии узнагороджения, переможца у конкурса «Супердоктор-2018» у Гомель вернулась Вероника Митсура. За то, как педиатр четвертого филиала городской дитячей поликлиники отримал звание «Супердоктор», проголосовала больше, как 700 пациентов. Наталья Каприленко протягнем. Смотри, что есть. Да, смотри. Ах ты! Минимально за день Вероника Митсура промая коля 25 детей. Уперед эпидемиологичного подъема в острых респиратурных захворываниях, на ее участку консультации чекают и больше за 50 маленьких пациентов. Але для ее гэта не работа про хворобы и рецепты, а про маленьких особ. До кожной потребен особливый подыход. Тады и медицинские призначения працуют. Для батьков, каже доктор, добрый педиатр повелен быть еще и психологом. Яна прочитала усе 727 вотгуков про себя, отправленных на конкурс. Але хтось цебачить за гэдой колькастю просто электронные послания. Для ее гэта гисторы особных семей и маленьких пациентов, яких я на усих памятаю. Отзывы писали, это весь мой участок. Те пациенты, которые были у меня раньше, которые у меня сейчас. Писало очень много детей, подростков, которые выпустились. Писали пациенты, которые уже были у меня сами пациентами, а сейчас они своих детей у меня на участке. Заплакать хотелось. Я читала эти отзывы своей маме. И она плакала. Ей было очень приятно это все слышать. У детящей поликлиницы Вероника Анатольевна працует 20 годов. Это ее первое место працы. А кроме участковой практики, признается, берет работу и на дом. Бывает, до поздней ночи у седцы, консультуя мам Гомеля, у которых заховарили дети, нема махтшимости в поздний час завернуться в поликлинику. Я, вот вы знаете, ни одного дня не пожалела, что я пришла в педиатрию. Дети – это позитивное, это тепло, это добро от них исходит. И поэтому как-то ты сам заряжаешься этой добротой, этим теплом. Я поняла, насколько люди мне доверяют. Это на 100%. И поэтому как-то уже вот сейчас хочется оправдать это доверие. У республиканским онлайн-конкурсе 284 пациенты отдали свои голосы в поддержку еще одного педиатра с Гомеля. Это участковый врач Гомельской центральной городской детской поликлиники Дагли Кава. У рейтингу по колькости покинутых пациентам водуков у его третий выник по краине. У целым жахары региону своими супердокторами назвали 17 педиатров, 18 акушер-гинекологов и 10 хирургов. Свои голосы покинули жахары практически каждого райцентра. А кроме Гомеля, вельми активно за своих докторов голосовал Светлогорск и Мазыр. Удячные водуки ежахары в области покидали у адрес врачов 16 профессийных специализаций. Конкурс, о котором лепшого доктора вызначают сами пациенты, прошел в Украине в другой раз. В этом году на сайте пациентов из всей Украины покинули 4 121 водуков. Своими голосами люди поднимали 668 профессионалов, которым написали 4000 поддяг. Наталья Капрыленко, Павел Антонов, Пелерадиокомпания «Гомель». Добрыня у Крыви сегодня у Гомеля активисты районных организаций Белой Руси распочали доброчинную акцию по безвыплатной сдаче Крыви. Инициаторами выступили представники Новобелецкого района и непосредственно первичка Гомельской станции переливания Крыви. Идею поднимали члены чугуночной районной организации. У вынику собралось больше, чем 20 человек. Сирот их – представники прационных коллективов и студенты. Доноры – это от латинского слова «дона», то есть «дарить». Нужно дарить людям добро. Если наша кровь им пригодится, это будет очень хорошо. Поэтому мы согласились принять участие в этой акции. За один день акции донорский банк Гомельской станции переливания Крыви пополнился большим на 10 литров. Такие безвыплатные донации допомагают как на промую, при воротовании жития у людей, так и ускосно. Яны экономят сродки, за кошт, яких потом отримливается поляпшать материально-техническую базу таких установ. Донорство – это социальное явление. И это акт высокого гражданского долга со стороны любого человека, который становится донором. Акция «Добрыня у Крыви» протягнется. В наступный раз да и еда лучаться активисты Белой Руси из всех районов Гомеля. Основы семейного жития будут выучать старшеклассники у белорусских школах. В программе нового факультатива молодцы расскажут, как выбирать будущего партнера и избегать семейных конфликтов. Докладные отказы на это питание ведут семейные пары с великим стажем, которым удалось заховать отношения на протяжении полстахода. Об сокрытых счастливого шлюбу у золотых и бриллиантовых юбиляров испытала Ганна Коральчук. Познайомились на дне народжения и поженились простый день. И то только из-за того, что довелось очекать свою черги в ЗАГСе. Сегодня такое уявить складано, а ли Василий и Тамара прожили в счастливом шлюбе 50 годов. Урочистая церемония золотого веселя стала для юбиляра сюрпризом от детей. До самого начала яны про подарунок и не догадывались. Але, как переступили порог ЗАГСа, одразу стали вспоминать, с чего началась история их кахания. – Платьица в горошках, бусы такие прекрасные, хорошо готовит, хорошо танцует, хорошо поет. Так понравилось. Ну, думаю, это то, что мне надо, это моя любимая женщина. И я ее как-то сразу полюбил. Вот я пришел домой, и не спится, тянет обратно. Ну, уже было поздно. Думаю, на завтра пойду и скажу. Пришел, а боюсь сказать, как-то холодок такой, что-то во рту не ходит, язык не поворачивает, а потом набрал, ну, все-таки мужик набрал, заселил, и говорю, будьте моей женой. За 50 годов юбиляры выховали двух сынов и трех внуков. На пытание об сокрытии семейного счастья отказывают, что головное – взаиморазумение. Яны, как кажут с одного теста, идут по жизни одной дорогой и разумеют один одного с полуслова. На свято собрались они только родные сябры Коньковых, али и представники районной организации Белорусского союза Жанчин и предприемства Гомельш-Палеры, где Василь працевал 25 годов. До их с подарунками и веншаваньями долучились выхованцы Гомельского детячего дома. И еще больше великий юбилей – 60 годов суместного життя – отзначили Раиса и Сталянтин, и Саковичи. У этой пары все было по-иншому. Будучи выкладчики физики, познайомились на первом курсе в Гомельском педагогическом институте. Дякуючи громадской праце у комсомольской организации, шмат часу проводили разом и посебровали. Зосим разные внешние по характеру – веселая, гарезная Раиса и сурьезный, солидный Сталянтин приглядалися 1 до 1 5 годов, а по заканчении института пожанилися. Организовали урочистое бриллиантовое веселье сына Исаковичев, які выступили для своих батьков в роли гоноровых святков. У Раисы Сталянтина, кроме того, есть трое внуков и двое правнуков, а так само сотни вучни, у которых они не только учили физицы, а и выховывали, как родных детей. Раиса пошла на пенсию только в 63, а ее муж – в 75. Да просьба дать параду молодым парам, або два подыходят грунтованно, як саправдная педагоги. Не в деньгах счастье. Счастье в хороших отношениях, в заботе друг о друге, счастье в любви семье. Семья – это вообще хорошая, дружная семья – это счастье. Вы знаете, главное быть, значит, добрым, отжигчивым, так внимательным друг к другу, любить друг друга. Ну, и это счастье. Ганна Карайчук, Василия Сепцов, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». ГТА, так само, иншая новина, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Новой Гуте на границе сотрудники гомельской таможни выявили гашиш. Свертки с характерным веществом перевозил уроженец Киевской области. Он попытался проехать через пункт таможенного оформления на своем «Мерседесе». На допросе мужчина заявил, что ранее употреблял наркотики, но это давно в прошлом. Однако служебная собака явно указала кинологу на наличие в салоне наркотических веществ. В ходе обыска машины были найдены несколько свертков в перчаточном ящике, в ниши для стакана, в подлокотнике заднего сидения, а также среди личных вещей украинца. По одному из фрагментов вещества экспертиза показала, что это гашиш. В гомельской таможне возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К слову, за прошедший 2018 год гомельским таможникам присвящено 96 фактов перемещения либо хранения наркотических средств и психотропных веществ, а также лекарственных средств, которые содержат в своем составе психотропные вещества. Необычный эпизод в Мозыре. В ходе движения у городского пассажирского автобуса отвалилась дверь и упала в салон. Видео появилось в ВКонтакте на странице ЧП в Беларуси. Никаких последствий события не повлекло. Водитель просто поправил упавшую дверную створку и продолжил движение по маршруту. Никто не пострадал. А в Светлогорском районе сегодня утром сотрудники МЧС спасли водителя из ДТП. Мужчина оказался зажат в салоне своего микроавтобуса. На трассе Бобруйск Парича-Калинковича в двух километрах от деревни Красновка его автомобиль лоб в лоб столкнулся с трактором. Тот в итоге опрокинулся, а микроавтобус оказался в кювете. От удара водителю зажало ноги, но на помощь подоспели спасатели. Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента водитель микроавтобуса авека был деблокирован и передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом перелом правой ноги мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель трактора не пострадал. У Мозыри по неосторожности водителя автомобиль скорой помощи врезался в автофургон и спровоцировал наезд на женщину. Авария случилась на пешеходном переходе. Автофургон «Мерседес» стал пропускать 38-летнюю Мозырянку, но в ситуацию вмешался автомобиль медицинской службы. Он врезался в автофургон, из-за чего тот покатился вперед и сбил пешехода. Женщину госпитализировали с травмами и ушибами, но после оказания помощи отпустили домой. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов необходимо помнить, что в темное время суток каждый пешеход должен себя обозначить световозвращающим элементом. Также при подходе к пешеходному переходу, если вы намереваетесь его перейти, то нужно быть очень внимательным, обращать внимание на то, чтобы транспортные средства, которые вас пропускают, все остановились. Накануне отсутствие фликера на куртке привело к трагедии в Жлобинском районе. На трассе М5 грузовик сбил мужчину, который находился на полоте движения автомобиля. Это все новости на сегодня. Следите за происшествиями региона вместе с Де-Факто. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжает новости спорта в студии Павел Михно. Футбольные клубы «Гомель» и «Локомотив» провели товарищеский матч. Подопечные Алексея Шубенка встретились с земляками из высшего дивизиона на Бобруйском стадионе имени Прокопенко. По итогам основного времени победа досталась футболистам «Гомеля». Они обыграли железнодорожников со счетом 1-0. Автором единственного гола в матче стал новичок «Зелено-белых» Виталий Квашук. В очередном матче чемпионата Белоруссии хоккейный клуб «Гомель» проиграл в гостях у Гродненского Немана. Хозяева начали игру с активного старта. И уже в первом периоде одна из атак оказалась успешной. Во второй 20-ти минутке гродницы утроили счет на табло. В результате «Рыся» потерпели сухое поражение со счетом 0-3. С учетом континентального первенства это поражение стало десятым для гомельчан. В баскетбольном клубе «Гомельские рыси» произошли кадровые изменения. Тяжелый форвард Юлия Гапонова покидает команду. Спортсменка приняла приглашение САД Каимбра и теперь будет представлять нашу страну в Португалии. К другим новостям баскетбола. Встреча «Рыся» с «Горизонтом» дворцов. В последнем туре первого этапа республиканского первенства закончилось поражением 58-60. Теперь гомельчанки переходят в подгруппу «Б». Это значит, что они будут бороться за пятое место. В этом туре также встречались «Смоки Минск» и «Горизонт». Матч закончился в пользу «Цмоков» 84-60. «Цор Виктория» проиграла Гродненской Викторией 86-94. «Олимпия» обыграла «Ргуор» 95-52. Ближайший матч гомельчанок пройдет 3 февраля. «Рыся» встретится с «Ргуор» в Минске. Начало игры в 15.00. В первой встрече 13-го тура чемпионата Беларуси по волейболу «Энергия» победила «Олимп». На Брестском паркете гомельчане уверенно одолели хозяев сначала в первом матче 3-1, затем с таким же счетом и во втором. После этой виктории гомельская команда продолжает занимать третью строчку в турнирной таблице республиканского первенства. В активе у них 59 очков. В следующем матче гомельчане встретятся с волейболистами столичного «Ргуор-2000». Подопечные Дмитрия Лихорада проведут игру на паркете спорткомплекса «Локомотив» в эти выходные. К другим матчам тура «Легион» проиграл «Шахтеру» 0-3-0-3, «Маркова ГТУ» одолел «Ргуор-2001» 3-0-3-0, «Батэ БГУФК» потерпел поражение от строителя 0-3-0-3, а «Мопит» победил коммунальник «Могилев» 3-0-3-1. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». «Могилев» участвор